Утро в Камышмаше начинается с игры в пятнашки Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Он был первым. Именно с него началась реставрационная мастерская Камышмаш. Шкура этого автомобиля испытала на себе нежные руки русских реставраторов. Как получилось? Смотрите. Как уже говорилось, автомобиль Хадсон 49-го года, моделька Модоры. Именно с него началась реставрация в Камышинской мастерской Камышмаш. На Камышинском машзаводе. Это было в сентябре 2008 года. Машина была в плачевном состоянии, но тем не менее комплектная. И вроде бы ничего такого из себя, на наш взгляд, сложного и ценного не представляла. Поэтому решили, давайте начнем с нее. Если не получится, то не жалко. Мы поехали в Камышин, взяли с собой комплект инструмента с танкой импорт на 74 предмета. Тогда там был цех, машина и мы с инструментом. И начали его разбирать. То есть появился первый человек местный в цеху, Виктор. Он молодой парень. И поехали из Москвы я и Юрий Семенович Бочкарев. Мы туда ездили, скажем так, такими заездами. То есть первый раз мы приехали на неделю, наверное, не больше. Разобрали кузов практически полностью. Осталось там по мелочам разбирать. Дальше Виктор, ну и директор завода Владимир Михайлович Хасанов. Он помогал с этим, конечно. Реставрация закончилась совсем недавно. Будем считать, в начале, наверное, 2016 года. То есть почти 8 лет машина реставрировалась. Нет, ну как бы это была реставрация. Я говорю, то есть это было становление мастерской, а не реставрация автомобиля. За это время отреставрировано там, не знаю, 10, может быть, даже больше автомобилей. Даже в Камышине. Но на этой машине отрабатывались навыки. То есть первый раз мы приехали, грубо говоря, обжили помещение. Второй раз мы приехали, привезли с собой уже жестянщика Виктора. То есть мы возили из Москвы реставраторов опытных, которые учили местных ребят. Сейчас местные ребята, я считаю, легко заткнуть за пояс реставраторов, которые их учили. Ну, ученик должен превзойти своего учителя, это нормально. Но сначала немного истории. Фирма «Хадсон» появилась в 1909 году. И своим названием обязана не предприимчивым молодым организаторам фирмы, а спонсору. Детройтскому торговцу Джозефу Хадсону. Чья дочь была женой одного из создателей фирмы. Роско Джексона. Остальных звали Рой Чапин, Горвард Кофин и Фред Безнер. Они знали, чего хотели. Тем более, что все до этого работали в «Волксмобиле». «Хадсон» выпускали с 1941 по 1952 год. Было несколько поколений этих автомобилей. Перед нами последняя, третья серия. Кузовов всегда было несколько. Это двухдверный. Фастбэк-купе. Огромное такое купе. Раз, два, три, четыре, пять. Что бы ни говорили, это красивый автомобиль. Посмотрите на линию кузова. Все идеально выверено, сбалансировано. А прикрытое заднее колесо лично мне такое всегда нравилось. В этом есть какой-то шарм. А в те годы этот шарм был смелым техническо-дизайнерским решением. И вот почему. Консервативный взгляд на автомобили остается всегда, пока мы помним машины из детства. Мы их помним, мы их любим. Но время не стоит на месте. Вот и тогда надо было придумывать что-то новое. Компания «Хадсон» была одной из первых, кто посмела создать автомобиль не на раме. Тут несущий кузов. Это дало многое. Во-первых, безопасность. Во-вторых, машина стала ниже. Всего полтора метра. По тем временам это очень низко. Хоть «Хадсон» и не был первым с несущим кузовом, стал первым массово серийным. Поэтому можно сказать, что первый. Но веяние прошлого все равно остались. Хром и спереди, и сбоку, и сзади. Но он элегантен, изящен. Хотя четыре колка спереди, на мой взгляд, перебор. Забор. Тяжелый, зараза. Железо. И под капотом железо. Так, что мы тут имеем? Рядная шестерка. Объемом 4,3 литра и мощностью 121 лошадиная сила. Что-то говорить особенное про данный двигатель абсолютно бессмысленно. Так как этот мотор очень напоминает продукцию горьковского автозавода, который, не секрет, имеет американский корень. Здесь все также огромно и монументально. Единственное, на чем хочется заострить внимание в подкапотном пространстве, это на вакуумном приводе дворников. В самой системе, с инженерной точки зрения, нет ничего уникального. Сжатый воздух сюда приходит. Но вот как решен привод дворников с помощью тросов? По-моему, очень изящно. Смотрите. Также на подобные автомобили ставили восьмицилиндровые моторы. Но это, как говорится, совсем другая песня. Песня более обеспеченного человека. Массивный зад Хадсона подразумевает то, что у него огромный багажник. Ну, два Зенкевича здесь не поместятся, а один Зенкевич и пару чемоданов запросто. А? Какова калитка? Сразу обратите внимание на порог и пол. В Америке это называлось степ-даун-карс. Если дословно, машина, в которую заходишь, опускаясь на ступеньку ниже. Но сначала назад. Это, опять же, благодаря отсутствию рамы. В рамных было все наоборот. Классно, классно, классно. Сзади настоящий трехместный диван. Не два с половиной, не два убогих, а ровно на три человека. Машина-то широкая. Задний пассажир имеет в своем распоряжении, помимо всяких кармашков, хрома, пепельниц, отдельное окошко, в которое реально можно высунуться. Господа, именно с заднего сидения видно всю роскошь передней панели. Но вам кажется, что торпеда отделана деревом. Открою вам страшную тайну. Это крашеный металл. В автомобиле вообще нет ни одной деревянной детали. Кстати, все детали, все панели под дерево. Пыли восстановлены реставраторами Камыш-Маш практически с нуля. Это краска, это не пленка. Спереди тоже диван. Кстати, диван можно двигать вместе с оператором. Но не суть. Итак, что мы имеем? Я, как я уже говорил, крашеные панели, два бардачка перед водителем и перед пассажиром. Достаточно вместительные. Радиоприемник. Все хромированное, все блестящее. Температура, бензин, спидометр, часы. Плафон антенны. Казалось бы, ничего в этом автомобиле нет. Ну, такого сверхъестественного. Но все так сделано. Как-то вот-вот прям... Мне нравится. Ну, не чудо ли? Хотите забавную историю? Инженеры Хадсон замеряли мощность двигателя со всем навесным оборудованием, а другие фирмы с голову мотора. Вот и получалось, что у конкурентов моторы мощнее, а у Хадсона честнее. Честные, не честные, но лошадей хватает, чтобы разогнать автомобиль весом около двух тонн до 100 км в час за 18 секунд. Тогда это было хорошо, хотя и сегодня некоторые, как бы современные автомобили разгоняются примерно так. Вы всегда спрашивали, сколько ест и какого? Отвечаю. 20 литров на сотку 80-го, может и 92-го, может и 66-го, и 72-го, и 95-го. Главное только зажигание подкручивать, заправлять и валить на все деньги. Вот вам еще пища для размышления. На Хадсоне установлены телескопические амортизаторы. По тем временам вещь невиданная. О, обзорность. Она тут круговая, но поганая. Длинный капот, узкие боковые стекла. А зеркала сбоку видите? Нет, я их тоже не вижу. Но в те времена одного салонного было достаточно. Машин было мало, дороги в Америке всегда были широкими, а автомобили Хадсон популярны. И даже очень, пока американская «тройка» не стала быстрее развиваться, а небольшие автопроизводители. В лучшие годы завод в Детройте выпускал по 130 тысяч автомобилей. Но рынок есть рейдер. И 2 мая 1954 года Хадсон Мотор Компани стала частью вновь организованной Американ Мотор. Последующие модели были неудачными. Благодаря низкому профилю у Хадсона очень хорошее лобовое сопротивление. Ладно, господа, а теперь правда жизни. Мы никуда сегодня не едем. Летняя резина, большой вес автомобиля и поганая московская погода. На улице очень скользко, и мне, честно, просто страшно выезжать из музея Камышмаша. Вот страшно. Рынок выживают сильнейшие. А те, кто не смог, попадают в ретро-галерею ресторана «Леколен» коллекции Камышмаш. Ну и ко мне. Вот она, правда, жизни. Мать ее. Мать ее. Мать ее. Мать ее. Мне не diseases. Мать. 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 Субтитры сделал DimaTorzok